Параллельные плоскости. Признак параллельности плоскостей. Свойства параллельных прямых и плоскостей в пространстве. Сегодня мы узнаем, какими бывают случаи взаимного расположения плоскостей в пространстве, дадим определение параллельных плоскостей, сформулируем и докажем признак параллельности плоскостей и следствие из него, рассмотрим свойства параллельных плоскостей, решим опорную задачу, а также выполним тест для самопроверки. Чтобы выяснить, как расположены две различные плоскости в пространстве, нужно ответить на вопрос, имеют ли эти плоскости хотя бы одну общую точку. Если у этих плоскостей есть общая точка, то по третьей аксиоме стереометрии эти плоскости имеют общую прямую, то есть пересекаются по этой прямой. Если же плоскости не имеют общих точек, то они параллельны. Итак, плоскости, которые не пересекаются, называются параллельными плоскостями. Признак параллельности плоскостей. Теорема 9. Плоскость, проходящая через две пересекающиеся прямые, параллельные другой плоскости, параллельна этой плоскости. Докажем этот факт. Пусть даны две пересекающиеся в точке О прямые M и N, лежащие в плоскости α. Причем каждая из этих прямых параллельна плоскости β. Докажем, что плоскости α и β параллельны. Используем для этого метод от противного. Как только что мы выяснили, существует всего два случая взаимного расположения двух плоскостей в пространстве. Они могут быть либо параллельными, либо пересекающимися по какой-то прямой. Предположим, что плоскости α и β пересекаются по некоторой прямой А. По свойству прямой параллельной плоскости, линия пересечения плоскостей, одна из которых проходит через прямую параллельную другой плоскости, параллельна этой прямой. В нашем случае плоскости α и β пересекаются по прямой А, и плоскость α проходит через прямые m и n параллельной плоскости β. Поэтому прямые m и n параллельны прямой А. Но тогда, так как m параллельна А и n параллельна А, то прямые m и n тоже параллельны. Что противоречит условию, где сказано, что прямые m и n пересекаются. Таким образом, наше предположение о том, что плоскости α и β пересекаются, неверное. Значит, плоскости α и β параллельны, что и требовалось доказать. Сформулируем и докажем два следствия из признака параллельности плоскостей. Первое следствие. Если две пересекающиеся прямые одной плоскости соответственно параллельны двум пересекающимся прямым другой плоскости, то такие плоскости параллельны. Пусть даны две пересекающиеся прямые А1 и А2, лежащие в плоскости α, которые соответственно параллельны двум пересекающимся прямым b1 и b2, лежащем в плоскости β. Тогда, так как прямая А1 параллельна прямой b1, лежащей в плоскости β, то прямая А1 параллельна и самой плоскости β. Аналогично, прямая А2 параллельно b2. b2 лежит в плоскости β, значит прямая a2 параллельна плоскости β. Тогда по признаку параллельности плоскостей, так как плоскость α проходит через две пересекающиеся прямые a1 и a2 параллельные плоскости β, плоскости α и β параллельны. Второе следствие. Противоположные грани параллелепипеда параллельны, то есть лежат в параллельных плоскостях. Докажем, например, что плоскости верхней и нижней граней параллелепипеда, выделенные на рисунке, параллельны. Как известно, все грани параллелепипеда это параллелограммы. Тогда, так как а1b1b параллелограмм, то у него противоположные стороны а1b1 и ab параллельны. Аналогично b1c1 параллельно bc, как противоположные стороны параллелограмма bb1c1c. Тогда по следствию первому плоскости граней а1b1c1d1 и abcd параллельны. Итак, мы выяснили, что существует всего два случая взаимного расположения двух плоскостей в пространстве. Плоскости могут либо пересекаться, либо быть параллельными. Еще раз напомним, что по определению параллельные плоскости это плоскости, которые не пересекаются. Для доказательства параллельности плоскостей используют признак или его следствие. Две плоскости будут параллельными, если одна из них проходит через две пересекающиеся прямые параллельные другой плоскости. Если же одна из двух плоскостей проходит только через одну прямую параллельную другой плоскости, то мы не можем однозначно утверждать, что плоскости параллельны. Так, например, если через прямую m параллельную плоскости бета провести плоскость, то она может быть как параллельной бета на рисунке плоскость альфа параллельно плоскости бета, так и пересекать плоскость бета. В частности, плоскость гамма проходит через прямую m параллельную бета и пересекает эту плоскость по прямой p, которая, кстати, будет параллельно прямой m. Рассмотрим свойства параллельных плоскостей. Теорема 10. Линии пересечения двух параллельных плоскостей третьей плоскостью параллельны. Доказательства. Пусть параллельные плоскости α и β пересекаются плоскостью γ по прямым А и В соответственно. Докажем, что А параллельно В. Поскольку прямые А и В лежат в одной плоскости γ, то они могут быть либо параллельными, либо пересекающимися. Предположим, что А не параллельно В. Тогда А пересекается с В и пусть О их точка пересечения. Так как точка О принадлежит прямой А, а прямая А лежит в плоскости α, то точка О принадлежит плоскости α. Аналогично. Точка О принадлежит прямой В, лежащей в плоскости β. Значит, точка О принадлежит плоскости β. Тогда, так как точка О является общей для плоскостей α и β, то эти плоскости не могут быть параллельными, что противоречит условию. Таким образом, наше предположение о том, что прямые А и В пересекаются, неверное. Значит, прямые А и В параллельны. Теорема 11. Через данную точку, вне данной плоскости, проходит единственная плоскость, параллельная данной. С доказательством этой теоремы можно познакомиться на 72-й странице учебного пособия геометрия для 10-го класса. Следствие 3. Теорема 12. Отрезки параллельных прямых, заключенные между двумя параллельными плоскостями, равны. Доказательства. Пусть параллельные прямые К и Л пересекают параллельные плоскости α и β. Так, прямая К пересекает α в точке А, β в точке В. Прямая Л пересекает плоскость α в точке С, а плоскость β в точке Д. Докажем равенство отрезков А, В и С, Д. По определению, параллельные прямые – это прямые, которые лежат в одной плоскости и не имеют общих точек. Пусть γ – это плоскость, в которой лежат параллельные прямые К и Л. Тогда эта плоскость γ пересекает параллельные плоскости α и β по параллельным прямым АС и ВД соответственно. Рассмотрим четырехугольник А, В, Д, С. Так как АВ параллельно СД и АС параллельно ВД, то АВДС – это параллелограмм. Тогда его противоположные стороны АВ и СД равны, что и требовалось доказать. Решим опорную задачу. В треугольной пирамиде ДАВС точка М делит боковое ребро ДА в отношении 3 к 5, считая от вершины D. Площадь треугольника АВС равна 128 квадратным сантиметрам. Постройте сечение пирамиды плоскостью, проходящей через точку М и параллельной плоскости АВС. Найдите площадь полученного сечения. Вначале выполним построение. Через точку М в плоскости АДБ проведем прямую МН параллельную АВ. Обозначим пересечение прямой МН и ребра ДБ точкой Н. Далее через точку М проведем прямую МК параллельную АС в плоскости АДС. И обозначим пересечение прямой МК и ребра ДС точкой К. Затем соединим отрезком точки К и Н в плоскости СДБ. И получим треугольник МНК и скомое сечение. Докажем, что оно параллельно плоскости АВС. Действительно, МН параллельно АВ и МК параллельно АС по построению. Кроме этого, МН и МК пересекаются и лежат в плоскости МНК. А прямые АВ и АС пересекаются и лежат в плоскости АВС. Поэтому плоскости МНК и АВС параллельны по следствию из признака параллельности плоскостей. Осталось найти площадь полученного сечения. Треугольник МДК и треугольник АДС подобны по двум углам. Действительно, у них угол АДС общий, а углы ДМК и ДАС равны как соответственные при параллельных прямых МК и АС и секущей АД. Тогда ДМ относится к ДА, так же как МК относится к АС. И это отношение равно 3 восьмым. Аналогично из подобия треугольников МДН и АДБ получаем, что ДМ относится к ДА, так же как МН относится к АВ. И это отношение тоже равно 3 восьмым. Кроме этого, так как прямая МН параллельно прямой АВ, а прямая МК параллельно прямой АС, то угол КМН равен углу САВ. Таким образом, треугольник МНК и треугольник АВС подобны по двум пропорциональным сторонам и углу между ними, так как МК относится к АС, так же как МН относится к АВ. И угол КМН равен углу САВ. Коэффициент подобия этих треугольников равен 3 восьмым. Как известно, площади подобных треугольников относятся как коэффициент подобия в квадрате. Поэтому площадь треугольника МНК относится к площади треугольника АВС как 9 к 64. И далее легко находим площадь треугольника МНК. Для этого мы площадь треугольника АВС умножаем на 9 к 64 и получаем 18 квадратных сантиметров. Итак, все основные вопросы разобраны. Осталось проверить, насколько хорошо усвоен новый материал. Переходим к тесту для самопроверки. Для выполнения теста нажмите на паузу и постарайтесь выполнить все 5 заданий. Переходим к проверке теста. В первом номере правильный ответ А. Две плоскости могут быть параллельными или пересекающимися. Ответ на номер 2 – нет. При таком условии мы не можем однозначно определить, как расположены плоскости. Они могут как пересекаться, так и быть параллельными. Если вы не смогли ответить на третье или четвертое задание, то вам необходимо еще раз пересмотреть это видео и зафиксировать ответы. И, наконец, задание номер 5. Если использовать подход, разобранный в опорной задаче, то можно выйти на подобие треугольников F, L, H и А, B, C. Причем коэффициент подобия равен 3 пятым. Тогда площади этих треугольников относятся как коэффициент подобия в квадрате, то есть как 9 к 25. После этого нетрудно выразить и найти площадь треугольника А, B, C. Она равна 75 квадратным сантиметрам. Причем коэффициент подобия равен 3 пятым.